Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия в студии Марины Симонова. Сегодня, 7 ноября, в Москве, Воронеже и Самаре проходят парады памяти. Эта акция посвящена историческому параду 41-го года. Он стал символом стойкости страны. В Самару уехали и наши кадеты, студенты монтажного техникума. Перед отъездом они провели несколько репетиций. В параде они принимают участие уже в четвертый раз. Мы первые два года занимали лучшие места, первые места среди Приволского федерального округа, среди участников, представителей. А происходит это благодаря нашим кадетам, нашим парням, которые относятся со знанием дела к этому. И считают, что это их долг, их обязанность. В этом году в параде примут участие 90 расчетов со всех Приволжских регионов. По Куйбышевской площади пройдут силовые структуры представителей юной армии ДСАА в кадетских классах. В республике сегодня начались внеплановые рейды. Инспекторы ГИБДД усиливают контроль за пешеходами. Дежурить будут и на загородных трассах. В Удмуртии за последнее время резко увеличилось количество смертельных ДТП. О причинах репортаж Александра Демидова. Викшурбодинский район, федеральная трасса. На кадрах последствия жуткой аварии. Водитель не заметил пешехода, тот в темноте переходил дорогу в неположенном месте. И такие случаи не редкость. В октябре на дорогах республики погибло почти два десятка человек. Из 18 фактов, где у нас получили смертельную травму пешеходы, только три в трех случаях у нас, может быть, будет усмотрена вина водителя по результатам проведения соответствующих действий. Причем большинство смертельных наездов произошли во второй половине октября. Как раз, когда световой день уже сильно сократился, констатируют ГИБДД. И призывают пешеходов задуматься о своей безопасности. Согласно статистике, большинство наездов на пешеходов происходит в темное время суток. Помочь может вот такой вот световозвращатель. С его помощью водитель заметит человека на расстоянии 150-200 метров и успеет вовремя остановиться. Носить такие световозвращатели пешеходы обязаны на загородных трассах. Но пригодятся они и в населенных пунктах. Водители страдают от того, что не видят пешеходов. Пешеходы травмируются, пешеходы погибают. Это очень страшно. Я призываю всех носить это возвращающие элементы. И в городе, и на трассе. Почему? Потому что не видно пешеходов. Темно, грязно на улице. Я живу в городе, у нас столбов вообще освещения нет. Вот в сторону Владимирского поселка. Так что нужно. И это действительно так. Только в Ижевске почитали в ГИБДД, на 17 пешеходных переходах не работают фонари. Неосвещенными остаются 27 участков дорог. Информацию передали городу. По одному участку прокуратура подала иск на администрацию. А сотрудники ГИБДД уже с понедельника начинают внеплановые рейды. В центре внимания пешеходы. Дежурить инспекторы будут и на загородных трассах. Александр Демидов, Руслан Нуреахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Власти Ижевска планируют заключать трехлетние контракты по содержанию дорог. Это позволит подрядчикам вкладываться в обновление техники. Об этом рассказал новый начальник городского управления благоустройства и транспорта. Артем Богданов на этот пост был назначен в конце октября. Сейчас город готовится к первым снегопадам. В управлении рассчитывают не допустить ошибок прошлой зимы, когда Ижевск утопал в сугробах. У нас одна снегосвалка находится, она также содержится в обдреве. Поэтому, на мой взгляд, снег необходимо подрядчикам принимать бесплатно. Сейчас как раз мы ведем это обсуждение. И поиск средств на содержание снегосвалки примерно требуется около 2 миллионов рублей в сезон. Кроме этого, город ищет резервные площади для складирования снега на случай обильных остатков. Девять сельских поселений получили новые автомобили. Все они участники конкурса «Лучшее муниципальное образование». Так, поселение Кожельское, это Близинский район, отметили за организацию работы по водоснабжению населенных пунктов. Машина стала дополнительным и неожиданным подарком к денежному гранту в 200 тысяч рублей. Машина в нашем поселении, это как трудовая лошадка. Без нее никак. У нас территория в радиусе 20 километров. Поэтому все наши населенные пункты находятся достаточно на большом расстоянии друг от друга. И просто наличие автомобиля – это большая необходимость. Ключи от автомобилей «Лада Гранта» вручил руководитель администрации, главы правительства республики Сергей Смирнов. Республика в День народного единства отметила 97-ю годовщину государственности. По традиции к празднику обновили доску почета. Чьи имена занесли на этот раз, знает Елена Буховская. Праздничная атмосфера даже в фойе. В резиденции главы региона торжественный прием. 4 ноября в республике отмечаются сразу два праздника. День народного единства и годовщина государственности Удмуртии. Нынче 97-я. Наш край прошел вместе со всей страной большой и сложный путь. И мы видим, что труд поколений был не напрасным. Республика является сильным и самобытным регионом нашей великой России. И, как многие справедливо говорят, ее надежным оборонным краем. За этим труд многих поколений людей, настоящих патриотов своей малой родины. И вы в их числе. Сегодня в зале те, кто внес в развитие региона немало, их фото теперь на республиканской доске почета. 50 человек и 13 трудовых коллективов отметили за большой вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья и культуры. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии, свидетельство о занесении на республиканскую доску почета, получил руководитель одного из ведущих приборостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса России и Жевский мотозавод «Аксион Холдинг» Геннадий Кудрявцев. Под его руководством завод стабильно развивается, наращивая темпы производства. Награде очень рад. Победу посвятил любимому коллективу. Эмоция одна. Я очень рад и доволен за корпорацию «Аксион», куда входят пять промышленных предприятий и шесть предприятий социального направления. Я горжусь, прежде всего, за свой коллектив, я горжусь за наши предприятия, за их достижения. Удмуртия сегодня гордится и трудовыми коллективами. На обновленной в этом году доске почета их 13. Один из них – коллектив завода микроэлектронных технологий. Это современное, быстро развивающееся предприятие, входящее в структуру корпорации «Аксион». А большими достижениями своего маленького коллектива, всего два десятка человек, очень довольна Наталья Попова. Ее коллеги – коллектив неонатологической службы «Первый РКБ» впервые на доске почета. Вот здесь, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, каждый день они борются за жизни самых крошечных малышей. Родителям дарят надежду на чудо. Мы очень любим свое дело. Мы любим детей, мы любим матерей. Мы вкладываем душу, знания, умения в то, что мы делаем. И я думаю, в этом есть успех наш. Свой сегодняшний успех Людмила Жарова посвящает маме. Фото Людмилы тоже на доске почета. Она одна из лучших доярок в Удмуртии. В год надаивает 6 тысяч килограммов молока с коровы. С первого класса я ходила с мамой, сидела под коровами уже, сидела, доела в баночку, сдаивала, помогала. Выполняла ей работу всю, тоже помогала. С этого все у меня и заложилось. В числе награжденных известны литераторы, ученые, аграрии, экономисты, те, чьими успехами Удмуртия гордится. Сегодня на торжественном приеме приветствовали и новых почетных граждан региона. Ими стали генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зейдинов и выдающаяся лыжница, двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова. Вот это для меня тоже как олимпийская медаль. Это, конечно, очень награда высокая. И очень горжусь, что я именно в Удмуртии родилась. В Удмуртии живу, Удмуртка. После торжественного приема праздник продолжился в Театре оперы и балета. Большой праздничный концерт подготовили творческие коллективы Удмуртии и посвятили сразу двум государственным праздникам. Елена Абуховская, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске стартовала акция, посвященная столетию Ижевско-Откинского восстания. Горожане решили создать копию знамени Ижевской дивизии. Она была сформирована после подавления мятежа и воевала в составе армии Колчака. Инициатор проекта – директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Подлинное знамя хранится в Иркутском областном кровеческом музее. Для Ижевска изготовят копию. Там же, в Иркутске. В Ижевске ее привезут уже в декабре. Авторы проекта объявили сбор средств. И у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин